МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освоить профессию мечты. Образование стало доступнее для людей с ограниченными возможностями. Любитель красивой жизни. За элитный алкоголь и дорогой парфюм, уголовные дела. Нет даже в интернете. Путешествие по уникальным местам Карелии приглашает новая книга. Издательство Петропресс. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. У каждого молодого учителя, врача, работника культуры и сельского хозяйства в Карелии есть возможность получить бесплатный земельный участок для строительства жилья. Условие одно. Начинающий специалист должен работать в сельской местности. На очередном заседании Карельского законодательного собрания депутаты расширили список профессий, дающих молодежи право на землю. Стараниями депутатов к молодым сельским учителям, врачам, культработникам и сельхозработникам добавились представители дефицитных лесных профессий, инспекторы и лесничие. Прошу голосовать. Законопроект принят. А молодые специалисты, которые в списках по-прежнему не значатся, могут рассчитывать лишь на дальневосточный гектар. Главным врачом городской детской поликлиники номер один Петрозаводска назначена Надежда Дрейзис. Надежда Дрейзис в 2002 году окончила медицинский факультет Петрозаводского госуниверситета. Работала врачом-педиатром в детской республиканской больнице и специализированном доме ребенка. С 2006 года врачом-неврологом городской детской поликлиники номер один, а затем заведующей дошкольно-школьным отделением. С мая этого года Надежда Дрейзис исполняла обязанности руководителя поликлиники номер один. Профессиональное образование стало доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. На базе Петрозаводского педагогического колледжа появился инклюзивно-учебно-методический центр. Здание оборудовали пандусами и акустическими системами, а в программе появились адаптированные направления профессиональной подготовки. Маргарита Михайлова подробнее. Сегодня учащиеся коррекционных школ познакомились с первым инклюзивным центром в республике. Дети опробовали на себе новое оборудование и поучаствовали в мастер-классах. Лизочка, ты пробовала у нас балансировать доску с лабиринта? Пойдем, пойдем попробуем. Такие игры я еще ни разу не видела, мне очень понравилось. Спортом занимаюсь весь лето, вокруг детского дома каталась. Так мечтаю уже фотографом стать. Профессию мечты здесь Оксана освоить сможет. Кроме спецоборудования в колледже появились адаптированные программы обучения фотоискусству, цифровой обработки фото, видео и звука, веб-дизайну и системному администрированию. Пока здесь обучается лишь трое студентов с ОВЗ. Мы уже будем, естественно, продолжать с ними работать для того, чтобы ребята, выходя из интерната, после 10-го, 11-го, у кого-то 12-го класса смогли уже определиться вместе с родителями и выбрать ту специальность, по которой они не просто получат образование, ну, некоторая такая социальная занятость, а они получат специальность, которая в последующем все-таки обязательно станет их профессией. Пит-колледж стал доступным буквально. За счет федеральной программы здания адаптировали для людей с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Это не только пандусы, подъемники и тактильные указатели, которые позволяют комфортно перемещаться по зданию. Здесь появились адаптированные устройства для работы с компьютером, программы экранного доступа и дисплей Брайля. Полицейские поймали ловкача в оранжевой кепке. По данным МВД, молодой человек тайком выносил из городских торговых центров брендовую одежду, дорогостоящий парфюм и элитный алкоголь. В итоге любитель красивой жизни стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. На этих кадрах с веб-камеры видно, как мужчина в оранжевой кепке рассматривает футболки. Затем ловко прячет одну из них за пазуху. Мила беседует с продавцами и покидает торговый зал, так и не оплатив покупку. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Новое световое оборудование появится в Театре кукол Карелии. Его приобретут на средства субсидий от Министерства культуры России. Деньги выделили по инициативе артиста Сергея Безрукова. Бюджетное ассигнование Министерства культуры России поступит в 148 детских кукольных театров в 73 регионах страны, в числе которых и Республика Карелия. Такая государственная поддержка регионам предоставляется в первый раз. Объем поддержки нашему театру составит 1 миллион рублей. Большая часть 900 тысяч – это средства федерального бюджета. Остальное – средства бюджета Карелии. Да будет свет. Судьбу миллиона рублей в нашем театре решили сразу. Мы сразу от берега решили, что мы только на световое оборудование будем тратить эти деньги. Специфический света именно для театра кукол у нас не хватало изначально. Фокусированный свет, который бы мог брать в фокус только куклу без артиста. Когда, например, планшетная кукла, ну или та же даже на ширме тростевая, да. В нашем как бы виде искусства, да, театра кукол свет – это, ну я не знаю, это 40% успеха спектакля. Любовь Васильева также отметила, что эта господдержка не удовлетворит все потребности театра кукол Карелии. Чтобы поменять все, что требует замены, необходимо около 5 миллионов рублей. В путешествие по святым местам Карелии приглашает новая книга издательства «Петропресс». Ее презентация состоялась в галерее промышленной истории. В уникальном издании 120 фотографий и описание полусотни историко-архитектурных объектов. О некоторых из них широкая общественность узнает впервые. Автор-составитель книги – известный фоторепортер Илья Тимин. В деревне Сеатезера или в окрестных дачных поселках даже не знают, что есть такая часовня. На фотографиях Ильи Тимина – полсотни историко-архитектурных объектов, которые он с родными и друзьями посетил за два года во время экспедиции по Пряженскому району Карелии. О некоторых часовнях и храмах не знают даже местные жители. Мы собрали информацию из интернета, которая была в разных источниках о часовнях. Дальше где-то были люди, которые нам подсказывали, где-то мы на рыбалках информацию нашли. То есть, например, здесь есть часовня, про которую в интернете, может быть, и нет информации еще. Это урочище Куйки-Наволок на Ведлазере. Она находится на полуострове, куда нет дорог. Туда можно только по воде через озеро Ведлазера переплыть. Увидеть эти уникальные объекты теперь можно в книге «Святые места. Карелия. Пряженский район». Ее выпустило издательство «Петропресс». Это реально древние, не только ныне действующие, но и древние заброшенные храмы-часовни, которые, скажем так, намоленные места веками. Поэтому наша задача в данной книге не только показать, где находится тот или иной храм. В книге приведены даже геокоординаты. Любой может проехать, посмотреть их. Но и в том числе обратить внимание на эти объекты. Формат книги – путеводитель по святым местам Пряженского района. В ней есть и несколько объектов Суаярского и Прионежского районов, которые исторически завязаны на Симозерье, как на одном из центров современного Пряженского района. Книга будет полезна и интересна туристам, любителям истории, краеведения, этнографии и культуры Севера России. Презентация уникального издания состоялась в галерее промышленной истории. Там же открылась и выставка работы Лиитимина, представленных в книге. Эта выставка, наверное, призвана показать то, что красоту православия, с одной стороны, еще 790 лет тому было посеяно семя христианской веры, святым благоверным князем Ярославом Всеволодовичем здесь, на территории Карелии. Но и с другой стороны, как раз привлечь внимание, в том числе, конечно, в первую очередь, людей, населяющих жителей Карелии, к тому состоянию, в котором, к сожалению, часто находятся наши святыни. Посетить экспозицию можно до 17 ноября. Со следующей недели новинка издательства «Петропресс» поступит в книжные магазины города. Алена Сянти, Владимир Волотовский, Тереканал Ника+. Новости на сегодня все. Я, Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин